дорогие друзья добрый день мы с вами обсуждали в прошлый раз антропологическое рассуждение иосифа хазаи про то как соотносится между собой шесть проявлений умной части души с которыми мы часто сталкивались в мистических текстах и которые иосиф хазаи называет до черных перечисляет в таком порядке а у на то что мы переводим как ум мода то что мы тоже переводим как ум райана то что мы передаем как разум буйяна понимание суккала прозрение разумения ну или мы решили что райана это разум буйяна это разумение и суккала прозрение и порошу са развлечения да получается у нас она мада райана буйяна суккала и парошу сада шесть понятий иосиф хазаи метафорически соотнося их с разными частями человеческого тела описывает то как они взаимодействуют друг с другом и мы решили что сегодня мы разберем с вами этот сложный и вместе с тем многое проясняющий текст виктор не авитос прислал свой комментарий наше прошлое занятие я вижу что раз вы виктор присутствуете с нами то вы сможете сегодня высказаться и я всех приглашаю у кого есть соображение по поводу текста по поводу записи которую катю любезно разослала сразу же предлагаю высказаться я сейчас выведу на экран снова этот текст и я выскажу также некоторые свои еще соображения здесь сирийские понятия переводы которых я назвал сейчас я оставил без перевода и вот дальше дальше сравнение да мы мы видели что хауна у него оказывается как бы основой он связывает хауна сравнивает хауна с главой и говорит что ум манда это глаза до райана он связывает с ногами разумение бояна связывает со слышанием а суккала связывает с ощущением вкуса да мы в прошлый раз две вещи выделили для нас значимые для понимания других мистических текстов из этого рассуждения иосифа хазая что разум рассудок райана сравнивается здесь с ногами который доносит информацию через который информация воспринимается и уразумевается и это эта метафора для нас оказалась важной в том отношении что исаак сирин много говорит о райана в том числе на тех уровне на тех всех состояниях человека когда размышления у человека отсутствует когда человек пребывает превыше слова и молчание как исаак сирин об этом говорит его сравнение райана с ногами рассуждение о том что человек непосредственно уразумевает нечто да вот как его гриппантийский говорит о естественном созерцании что аутопсей само видно человек видит те творения воспринимает которые встречаются ему вот это сравнение райана с ногами показывает что уразумевание в мистическом опыте в естественном созерцании может быть выше уровня слова и при этом райана все равно задействован и другой момент который нас казался важным это развлечение двух видов понимания бояна когда человек понял информацию и усвоил и суккала вот то то самое прозрение когда человек воспринимает вещь беспредпосылочно и когда видит ее как нечто новое когда происходит встреча помимо интеллектуального понимания с тем творением с которым человек имеет дело ну и мы понимаем что суккала для сирийских мистиков связан с восприятием божественной мудрости сирийские мистики говорят о суккале во множественном числе как о прозрениях которые даются по благодати и которые человек одновременно обретает в себе мы в прошлый раз помните сравнивали два текста иосифа хазая в которых он использует метафоры разных чувств телесных ну или не метафоры а как александр викторович заметил в прошлый раз он пытается непосредственно передать мистические свои состояния восприятия используя доступный терминологический аппарат и вот мы видели что он три проявления человека которые три силы умной части души через которые человек движется по созерцанием знания понимания и мудрость связывает с видением слышанием и вкусом то есть для него мудрость в данном случае соотносится он описывает то что мудрость делает в мистическом опыте как вкус он пытается так выразить свое непосредственное восприятие этого внутреннего действия в том рассуждении которые сейчас вы видите на экране и иосиф хазая суккала сравнивает с небом ума и сравнивает со вкусом и мы говорили что это метафоры разного типа их не обязательно соотносить непосредственно но подумалось мне и виктор не авито своем комментарии тоже обратил на это внимание что здесь можно провести можно найти общее между тем и другим рассуждением то есть он в одном месте говорит что хэхэмсаа мудрость да он он сравнивает его с хэка он сравнивает его с небом души с небом ума то есть говорит что знание подобно зрению понимание подобно слышанию а мудрость подобно вкусу а в этом рассуждении о том как соотносится между собой разные проявления умной части души он говорит что суккала вот та сила души которая отвечает за понимание и через которую воспринимаются прозрение о всяком творении что она соотносится с небом и мы с вами в прошлый раз говорили еще о том что иоанн дольятский уподобляет вкусу рождение слова внутри человека который он называет триуз мамла ответ на созерцание который рождается в человеке но не из его знания а из его непосредственного опыта из действия благодати и мне подумала сейчас что все эти вещи очень ясно ложатся друг на друга потому что про прозрение суккале мы говорим что они для человека свои и не свои рождаются из благодати и про мудрость тоже когда исаак сирин говорит о молитве совершаемый мудро он говорит о порывах которые рождаются из действия благодати рождаются из сердца которые имеют опыт созерцания и в этом смысле соотнесение суккале и соотнесение мудрости с соотнесение их с одним и тем же чувством представляется оправданным другое дело что иосиф хазаи в других местах суккале связывает с ослышанием и иосиф хазаи тоже как и андальяцкий вводит понятие триумф мамла рождение слова но то есть ясно что это один и тот же опыт человек воспринимает про прозрение и у него рождается рождается нечто в ответ и вместе с тем мы мы видим что когда иосиф хазаи говорит о суккале прозрениях он говорит о том что они слышатся он говорит что этот опыт воспринимается ушами внутренним мистическим слухом ума хауна а когда он показывает как это состояние это опыт соотносится с разумением реяна как он соотносится с умом мада как он соотносится с умом хауна он говорит уже не про слышание а про про вкус про восприятие я сейчас постараюсь синтезировать вот те те мысли которые которые приходят сейчас в голову противоречия с которым мы столкнулись состояла в том что говоря о суккале прозрениях иосиф хазаи говорит что это внутреннее слышание мы говорили что метафора слуха важна что человек в этом случае дает не воспринимает творение как объекты а дает им открыть себя что он присутствует при творениях божьего мира вслушивается в них то есть когда иосиф хазаи противопоставляет видение и понимание говорит о том что сначала человеку дает дается нечто увидеть а потом ему дается нечто уразуметь что у человека восприятие происходит поступением в отличие от ангелов он понимание соотносит со слышанием в отличие от видения но когда он описывает опыт прозрения в соотношении с другими проявлениями умной части души когда он говорит про прозрение в соотношении с буяна пониманием то есть когда его схема усложняется когда он более детально рассматривает внутренние действия человека тогда он уже понимание связывает со слышанием разумения а суккала связывает с небом и это не значит что он предлагает другую классификацию это значит что когда речь заходит о двух пониманиях он хочет показать что суккала стоит на грани человеческого и божественного то есть он использует ту метафору который в других случаях обозначает рождение слова в ответ на божественную мудрость или обретение божественной мудрости человеком в себе то есть таким образом метафора вкуса как того из чувств которые связан с внутренним переживанием внешнего вот кати в прошлый раз говорила о том что у разных чувств разное расстояние подразумевается видеть можно на расстоянии слышать можно на расстоянии осязание связано с чем-то внешним а вкус связан с тем что ты воспринимаешь внутрь себя да то есть там представление о дистанции наименьшее и вот метафора вкуса позволяет иосифу хаза и сказать что и мудрость которая рождается в человеке и прозрение которое рождается в человеке в отличие от рационального понимания это самое внутреннее это то что стоит на грани своего и божественного то есть метафора гортани метафора вкуса позволяет то есть у хаза и выразить вот это его представление о суккала это представление о прозрении в отличие от понимания в отличие от рационального размышления вот получается что в одном случае иосиф хаза и дает ясное перечисление пяти внутренних чувств ума и дает там описание а когда ему нужно ученику объяснить чем отличается разум разумение понимание и ум тогда он использует тоже набор телесных чувств но для него в данном случае он не говорит что это 5 евагриевых чувств а он использует язык телесных чувств как метафорический язык который позволяет выразить ему представление о том что для человека естественно а что оказывается на грани естественного и выше естественного то есть когда когда он говорит гортани когда он говорит о вкусе он имеет ввиду опыт который для человека свой и не свой когда внутри себя человек обретает нечто внешне и в то же время свое то есть когда человек испытывает вкус меда он это внутри него и это его и не его и вот александр преображенский в прошлый раз вспоминал рассуждение мистиков о вкусе горечи наоборот там исаак сирин говорит о молодуши как о горьком вкусе гиены или иосиф хазая говорит тоже о молодуши как о вкушении гиены и опять подразумевается что это состояние человека состояние малодушия состояние страха приобщает его опыту который его и не его одновременно потому что гиена это тоже состояние помрачения которое присуще человеку и которые он разделяет одновременно с другими разумными существами с другими людьми и демонами которые испытывают это мучение то есть у него эта метафора работает в обе стороны и в отношении благодати когда человек чувствует свое и одновременно понимает что здесь открывается дверь бесконечное пространство и в отношении оставленности когда человек ощущает узги и ны и понимает что это опыт который разделяют и другие разумные существа то есть метафора гортани метафора вкуса позволяет иосифу хазая вот точно так же как и в молитве к сущности у него была метафора источника источник который внутри и вместе с тем который источает воду книги писания и книги творения у него есть разные устойчивые метафоры которым он показывает единство внутреннего и внешнего и так иосиф хазая показывает место прозрения в созерцательном опыте и что важно он описывает опыт не только высоких мистических состояний он описывает взгляд человека который пребывает на душевной степени или на вершине телесной степени там он говорит что человек воспринимает нечто до умом мада дает дается повеление разуму и он приносит так пониманию и когда через прозрение человек услаждается этим тогда рассуждение принимает решение использовать это для внутреннего святилища или не использовать то есть он описывает внимательный взгляд человека он не говорит о вершинах опыта богообщения но он описывает человека который видит осознанно который осознает все что происходит внутри него при при взгляде на окружающее его творение но при этом он не связывает этот опыт с высокими степенями созерцания и так вот он говорит там о двух умах хауна и мада говорит о двух пониманиях буян на разумении и суккала благодатном прозрении и говорит там о рияна как разуме рассудки и говорит там о парашюта как о способности человека отличать годное от негодного вот и прежде чем мы перейдем к обсуждению я хочу сделать ремарку по поводу слова по поводу двух терминов для ума я бы сейчас снова выпишем схему и так он говорит об уме хауна и об уме мада который мы по-прежнему передаем да как ум и в скобках ставим соответствующую пометку это вместе отдельно у него раяна как как разум как то что управляет помыслами помышлениями как то как то проявление умной части души которую мы в себе чаще всего скажем так замечаем осознаем и дальше он говорит о двух пониманиях буяна понимание разумения и суккала сущностное восприятие вещи если можно сказать так да как бы я на как понимание на уровне информации и суккала как понимание сердцем если 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 угодно вот в поисках можно в разных видах человеческого опыта найти описание которое позволили бы прояснить смысл суккала как благодатного понимания которое дает непосредственное сущностное знание уразумевание вещи и дальше у него опять особняком стоит пару шута как развлечение как способность отделить одно от другое причем мы видели что человек воспринимает он говорит что суккала получает удовольствие и поддержку от встречи со всяким воспринимаемым творением точно так же как глава хаведине иосиф хазая говорит что созерцание для ума это удовольствие и пища и питье и он говорит что суккала воспринимает духовную пищу от всякого творения но при этом не всякий опыт созерцания рассудительность его направляет на строительство святилища вот к этой к этой теме мы еще подойдем а вот сейчас глядя на эти пары два ума и два понимания и также разумение и развлечение я хочу снова коснуться темы двух умов значит мы уже проговаривали много раз мы проговаривали с вами что ум хауна связан с опытом который обладает человек и хауна это сосредоточение всех его разумных способностей а манда как зрачок который принимает новое да и виктор не авитас к этой метафоре часто обращался я часто касался с вами этимологии этих терминов до говорил что рей она соотносится с эфра и размышлять обдумывать и что слова бояна и сука оба связаны с глаголами означающим понимание я говорил что мада этимологически связан с глаголом и за знать то есть вот тот ум который воспринимает новое который есть зрачок обращенный вовне и который воспринимает все новое дальше начинается процесс осмысления и опять же та сила которая воспринимает божественный свет непосредственность это может быть восприятие нового на естественном уровне и на выше естественном эта сила буквально означает ведение знания вообще для знания в сирийской традиции используется отдельный термин и за от глагола и за знать вот но мада это особая модель которой обозначаются действия или место действия вот то есть мада это то что воспринимает мада это восприятие восприятие нового и как раз иосиф хазая знание связывает с видением и мада мы сравнивали с зрачком как через который проникает свет а вот про этимологию хауна мы еще не говорили мы из трактатов ахудемы и псевдо михаила бадоки из описаний иосифа хазая и исаака сирина вывели что хауна локализует в себе разные виды опыта вот опять в нашем рассуждении из книги вопросов и ответов хауна обладает глазами мада обладает ногами раяна ушами буяна и гортанью сукала и парашюта рассуждения это как осязания то есть для него хауна оказывается сосредоточием всего вместе с тем ахудемы например мада и хауна перечисляет как разные проявления умной части души вот или в прошлый раз мы видели отрывок из словаря хасана бар бахлула который присылал нам александр преображенский словарь трудных сирийских терминов составлены хасана бар бахлу в десятом веке и он там дает толкование на слово рэша чувства и в числе внутренних чувств человека хауна и мада называет называет отдельно вместе с тем из описания ахудемы мы видели что раяна подчиняется уму хауна что хауна направляет помышление хауна оказывается таки средоточием опыта человека виктор не авитос тогда сравнивал ума да со зрачком ахауна связывал сетчаткой вот если посмотреть на этимологию его то мы найдем здесь интересное подтверждение тому пониманию смысла хауна которому мы пришли этимология слова хауна довольно не то что не то чтобы она мутная ее нельзя проследить с той очевидностью как для слова мада потому что глагол и за общесемитский есть можно можно глагол знать возвести до общесемитского уровня родственники глагола и за есть в других семитских языках в том числе в аккадском языке представители восточной ветви единственное представители восточной ветви семитских языков а со словом хауна параллель есть не считая других арамейских языков ближайший параллель есть в древнееврейском то есть это соседняя ветка внутри севера или соседняя соседняя группа внутри севера западно-семитской языковой ветви древнееврейский язык относится к числу хананейских языков но тем не менее Получается, это другая ветвь, и сравнение с родственниками в других языках позволит нам понять, что этот термин означал на наиболее раннем этапе, на котором он засвидетельствовал. Так вот, в древнееврейском языке есть слово «гон». В классическом сирийском дифтонги не стягиваются, а в древнееврейском, во всяком случае, в том варианте, который мы восприняли от традиции, мысоретов, дифтонги стянуты, то есть «гон» – это этимологический «хаун», то есть ровно наше слово. Ну, ясно, без финального «а», который исторически есть характерный арамейский артикль. И вот еврейское «гон» означает «богатство», «богатство», «имущество». То есть как раз это хорошо соотносится с нашим пониманием «хауна» как той том уме, который отвечает за имеющийся опыт человека, в отличие от того ума, который воспринимает новое. Я хотел показать библейские примеры, где этот термин «гон» используется. Я сейчас выведу на экран. Вот несколько… Он встречается в книге притчей, в псалмах, в книге Эзекииля, в таких совершенно бытовых контекстах, не мистических, но ясно, что мистические термины вырастают из не мистических, в конце концов. И как раз сравнение с другими родственными языками, насколько это возможно, помогает прояснить первоначальную этимологию термин. Вот. Значит, это 27-я глава книги Эзекииля. Это знаменитое обращение к Тиру. И Эзекииль предсказывает ему разрушение. И… Значит, вот он говорит… Сейчас надо открыть еврейский текст и русский текст, чтобы было видно. Или английский текст вместе. Вот. То есть фарсиз, сухартех, буквально «твой торговец», «твоя торговка». Города еврейские в женском… Еврейские города – все существа женского рода. Поэтому так много женской символики в обличительных речах пророков. Потому что он обращается к Тиру, и Тир женского рода, и фарсисту от женского рода. Поэтому он использует здесь причастие глагола «сахар», которое означает «проходить» или «идти вокруг». Вот. И «сохерет», соответственно, это… Причастная форма означает «купца», но «сохерет» – это форма женского рода. Значит, фарсист торговал с тобой, буквально торговец, купец для тебя, «меров коль гон» от изобилия всякого гона, от изобилия всякого богатства. И дальше интересно, когда конкретные материалы появляются, которые проясняют. «Бехэцев, барзель, бзиль, веофэрит, на цену, извунай их». То есть давали за твои товары, за твои товары давали серебро, кесов, железо, олово и свинец. То есть такой совершенно бытовой контекст. Ну вот здесь современный русский перевод и русский сендальный перевод. То есть множество всякого богатства или несметное богатство в переводе «Российско-юбрейского общества» – это как раз передача еврейского «Гон». Ну и еще можно посмотреть на 33 стих. «Бецэт из вонай их, мэй аммим», буквально при выходе твоих товаров из морей, то есть когда по морям шли твои товары, «Хизмалта аммим рабим» – ты насыщала, опять в женском роде, многие народы, «бэров хонай их». Здесь это слово «гон» стоит уже во множественном числе. Множеством твоих хонов, множеством твоих богатств ты насыщала многочисленные народы. За счет того, что здесь используется принцип параллелизма, характерный для ближневосточной поэзии, когда одна и та же мысль выражается несколькими средствами, мы можем понять, благодаря наличию параллельных конструкций, лучше прояснять смысл термина. То есть «хон» означает богатство, богатство имущества. Но здесь тоже «хон» передано как богатство и в современном переводе, и в синодальном переводе. И еще есть хорошие примеры, и многим из вас знакомые из псалмов. Например, Псалом 112 – это 111 в русском синодальном переводе. Значит, блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий его заповеди. Сильно на земле будет семья его, род правых, благословиться. Значит, благословение тем, кто боится Господа. И вот как раз здесь сказано «хон» воошер. Богатство и богатство. Но здесь мы выше видели, что слово «хон» передавали как «богатство». Но здесь используются два термина, которые обозначают «богатство». Одно из которых «ошер» и «ашир» означает «богатый». И поскольку это слово оказалось уже занятым, то «хон» передали как «обилие». Но здесь тоже благодаря наличию этих риторических пар. В еврейском тексте даже союз «и» использован в своей архаичной форме «ва», а не «ува», что говорит о том, что это устойчивое словосочетание, как совет до любовь. То есть у нас есть такие примеры «тов вара» – добро и зло, где союз «и» звучит как «ва», или «тову вавугу» – пустота и разрушение. И вот здесь «хон» воошер. То есть это тоже фраза, видимо, была устойчивой и явно имея здесь бытовой смысл. И «хон» явно оказывается соотнесенным с «ошер» здесь. «Хон» во «ошер» бэвэсо. Вэциткато омэдет ла аз. Вот изобилие богатства в его доме, и его правда пребывает вовек. Еще один пример из многим из вас известного 119-го псалма, который 118-й в русской традиции, ну вообще в православной традиции. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». И вот здесь тоже в оригинальном тексте стоит слово «гон». Как о всяком богатстве я возрадовался твоим свидетельствам. И заключительный пример приведу. 43-й псалом, который 44-й. По еврейской традиции, 13-й стих. Вот здесь говорится про бедствие народа. Здесь что-то немножко подвисает. Вот. «Тимкор аммэха бэло гон». Здесь с отрицанием говорится. «Не гон». То есть ты свой народ продал. Здесь форма имперфекта используется, но по контексту на слайд. Здесь архаическое употребление, префиксальное воспряжение, которое совпадает формально с имперфектом. «Ты продал свой народ за бесценок, за ничтожную цену, за необилие буквально. Вэло гон». Вэло рабице бим хирэ гэм. То есть и ты не возвысил. И здесь словом «хир», которое означает «цена». Опять же параллельная конструкция. «Ты продал за бесценок, и цену их не возвысил». Ну вот такой пример из близкого родственника, классического сирийского. И что для нас важно, пример бытовой, который позволяет более резко очертить этимологию. показывает, делает нам более явным это различие между хауна и мант-а. Когда одно соотносится, один ум соотносится с накопленным опытом, а другой ум соотносится с восприятием нового, в широком смысле слова, или с восприятием откровения, но в том числе откровения о тех творениях, которые окружают человека. То, что связано с… Опять, если иметь в виду, что хауна локализуется большинством наших авторов в мозгу, а мадда – в сердце, то мадда – это то самое зрение, которым зорко одно лишь сердце. То есть мадда связана с восприятием откровения о Боге, выше естественного, но и с восприятием откровения о творении. Вот через этимологию соотношение этих понятий становится даже более резко очерченным. И эта этимология подтверждает ту реконструкцию, которую мы сделали, обращаясь к мистическим текстам и обращаясь к антропологическим трактатам, которые разбирались в школьной традиции церкви Востока. Итак, мы решили, что мы обсудим этот отрывок. Я хотел спросить, есть ли у кого-то соображение по следам нашего прежнего обсуждения. Мы говорили с вами и про метафоры, насколько метафора уместна. Считать ли метафору описанием через уподобление или считать ли метафоры, связанные с органами чувств, описанием непосредственного впечатления, которое человек имеет в мистическом опыте. И вот сама схема, которая описывается здесь, тоже может потребовать комментариев и соотнесения с мистическими текстами. Я знаю, что у Виктора Ниавица есть большое число комментариев, и само по себе их обсуждение займет время. Я хотел бы сначала прежде Виктора спросить, есть ли соображения у наших участников и участниц, чтобы мы могли в свободное обсуждение перейти. Я бы только хотел сказать по поводу этимологии Хауна. Очень интересное у вас это самое наблюдение здесь, даже так неожиданное. И вот тот купец женского рода – это мудрость. Вот та мудрость, которая дарит уму вот это богатство видения о Боге. И поэтому Хауна и Хаун – это действительно, вот я так вижу, что это очень интересная находка у вас. И дальше там, значит, когда я себя буду рассказывать по комментариям, я это, кстати, тоже как бы покажу, что Хауна и мудрость – это одно и то же. Да, интересно. Но в случае с текстом Эзекииля, я вижу, что… Кстати, у Эзекииля ничего бытового нет. Эзекииль – это пророк, и поэтому его язык бытовой – это такой же язык, как который использует Иосиф Хазая в своих метафорах головой и ушами. Точно так же Эзекииль, вот эти бытовые предметы в виде богатства, да, там, имущества – это вот все, вот это, да, это, ну, тоже мистический текст. Да, ну, здесь мы… У нас неизбежно будут соотноситься александрийские тенденции и антиохийские тенденции. Вы, Виктор, любите Максима Исповедника, который, впрочем, хотел примирить александрийский антиохийский подход, связанный с доверием к буквальному смыслу Писания, и александрийский подход, связанный с поиском духовного смысла. Но он, собственно, сказал, что буквальный смысл случился исторически, и он остался во времени. А духовный смысл, он всегда актуален, поэтому к духовному смыслу можно обращаться снова и снова, искать там богатство и глубину. Вот, хотя для восточно-сирийской традиции было важно антиохийское направление, которое обращало внимание, как вы знаете, и на устройство речи Писания, и на буквальность событий, считая опасной тенденцию во всем искать духовный смысл. И мне антиохийская традиция дорога. Вместе с тем мы видим, что мистики соединили оба направления, и антиохийское, и александрийское, но они стремились, особенно Исаак Сирин об этом подробно говорит, они стремились в букве Писания, в бытовых вещах Писания, найти то, что ведет к знанию о Боге. И, с одной стороны, под влиянием, в первую очередь, Евагрия Понтийского. Наши отцы могли истолковывать символически те или иные места Писания. И вместе с тем для Исаака Сирина важно через букву, через бытовые вещи, которые даны, в историчности которых он не сомневается, видеть действия божественной заботы. То есть получается, что глубина находится через многообразие. Что это бытовое, что это низменное, это повседневное, не противоречит нахождению глубины божьего замысла, потому что мир в своем многообразии и в своей непонятности вызывает жажду встречи, жажду познания. То есть получается, что они и мистическое измерение придали антиохийскому направлению. И я думаю, что представление восточно-сирийских мистиков о том, что в опыте изумленного взгляда нет высокого и нет низкого, когда Иосиф Хазай говорит, о презренном присмыкающемся, которое вызывает изумление у человека. Мне очень нравится, что он там использует слово презренное, показывая привычные отношения человека к нему. И вместе с тем говорит, что оно вызывает изумление. И думаю, что это представление о том, что в опыте созерцания все вызывает изумление, при том, что в реальности всех творений и низких и высоких мистик не сомневается. Это тоже наследие, в том числе, антиохийского метода, когда буква Писания принимается, даже если речь идет о бытовых вещах, и вместе с тем за ней видится глубина. И это наследие было значимым. И вместе с тем, вслед за Евагрием Понтийским, действительно, сирийские отцы могли аллегорическое измерение сообщать о Писанию. Но мне здесь, когда я хочу показать этимологию слова хауна, мне здесь бытовое употребление важно. То есть я имею в виду не то, что вот этот еврейский термин гон у языки Иля непосредственно вовлекался в поле зрения мистиков и давал им нечто для понимания антропологии. Я имею в виду, что пророк Иезекииль, когда он возвещает свою весть, когда он хочет сказать нечто, действительно, это сильный поэтический текст. Он не просто возвещает гибель Тиру, не просто осмысляет его путь, а он, получается, во многих словах описывает его роскошь. Хотя, казалось бы, прямого практического смысла в этом нет. То есть с точки зрения слова он создает такое изумительное натяжение, когда он описывает величие этого города, его надежду на свои силы, и вместе с тем, как эта надежда обманула его. И вот имеет ли он в виду то, что он имеет, я как раз схожу из того, что это его опыт, как поэта вдохновленного духом. Или мы можем все эти богатства и славу, и города, и товары, и железо, и олово, и свинец вслед за Оригеном объяснить, как имеющий этимологический смысл. Кстати, у Оригена этот образ тирского князя, он был одним из любимых. То есть Ориген, трактация начала, специально уделяет ему внимание. Но, тем не менее, поэт, он работает с бытовым словом. И бытовому слову он сообщает уже не бытовой регистр. И как раз важно, что Езекииль воспринимает слово «гон», которое имеет значение бытовое, понятное его читателям. Что «гон» – это что-то такое же конкретное, как и олово, и железо, и свинец. Потому что, когда у нас есть конкретное значение, мы понимаем, как родилось значение уже более абстрактное. Но это так, методологический комментарий в данном случае. Да, я вижу. Да, значит, по поводу «гон», я рад, что вы найдете соотношение, Виктор, того, что связано, то, что ваш комментарий антропологически покажет связь «гауна», как его понимают сирийские авторы, с тем, что… с представлением о мудрости и о внутреннем богатстве человека. Да, Полина ставит вопрос о связи «Буяна», «Разумение», и «Суккала», «Прозрение», они связаны через «пьяса». Давайте посмотрим на этот момент. Значит, «пьяса», напомню, что это слово построено по арамейской модели, которое восходит греческому «пэйсис», которое есть и ходатайство, и убеждение кого-то, и убежденность, удостоверенность собственная. Итак, значит, «хауна» дает повеление уму мадда, который глаза и тот видит. Я говорил в прошлый раз, что это важные детали Осипа Хазая, что ума мадда связан не вообще с восприятием новой информации, а он связан с сосредоточенным сердечным видением. То есть не случайно уже некое дело попало в поле зрения человека, человек уже получил информацию о нем, но хауна настраивает мадда, и тот видит. То есть это можно тоже сравнить с наведением, боюсь ошибиться здесь в физиологии, то есть есть мышцы, которые хрусталик настраивают, которые сообщают ему разную толщину. То есть человек, он понимает, что ему нечто встретилось, слышит или замечает, и он наводит свой взгляд. И вот получается, ума мадда – это взгляд, который наведен. То есть как раз Осип Хазая говорит о том, что видение ума мадда не во всякой ситуации возможно, а это взгляд сосредоточенный. Это либо взгляд созерцательный, либо взгляд, который предшествует созерцанию. Он связан с желанием увидеть суть. И когда мадда увидел, тогда Рэйяна бежит к Буяна, и они следуют дело. И когда они получат удостоверение, пьяса, Буяна приводит его к Суккала. Значит, да, здесь получается такая триада, что помимо Буяна, который разумение, есть пьяса, который удостоверение, когда стало ясно, что это. И после этого наступает опыт Суккала. Я возвращаюсь к комментарию Полины. Они связаны через пьяса, которая не его. Можно ли сказать, Полина, что Буяна и Суккала именно связаны через пьяса? То есть, что пьяса – какая-то связка между ними? Можно я поясню, Максим Григорьевич, можно я поясню? Вот, чтобы правильно направить мысль, да, различие между Буяна и Суккала. Значит, Буяна – это процесс понимания, это исследование, это обдумывание, это осмысление. Это непонимание как результат. Понимаете? Вот, а это именно, вот видите, тут даже тщательно исследуют дело вместе с Рияно. Понимаете? То есть Рияно, рассудительность вот этого вот разума, да, исследует дело. И уши, да, вот, которые слушают, слушают и внимают этому, исследуют этот вопрос, да, рассматривают этот вопрос. То есть, это процесс Буяна. Это не понимание как результат, а как процесс. И вот это все приводит уже к результату, к Суккала. Или даже так, или даже так, Буяна приводит к результату пьяса, которое понимание, вот такое общечеловеческое, бытовое, то есть пьяса, когда предмет оказался идентифицирован. То есть, да, Буяна – это процесс, пьяса – это результат на человеческом уровне, ну, или такой результат, связан с рациональным пониманием. А Суккала – это то понимание, которое рождается поверх, да, вот, тогда, тогда, наверное, да. То есть, Буяна – как процесс, пьяса – как результат, а Суккала у нас тоже, может быть, и процессом, и результатом, и, наверное, можно сказать, что Суккала – мистическое понимание вещи, результатом своим имеют Суккале, как в стучке. процесса вот этого, который совершает ум, вот этого обдумывания, да, это завершение процесса, это еще не результат, а это завершение процесса, удостоверение вот это произошло, понимаете, завершился. И вот, когда уже вот этот процесс завершился, тогда возникает вот это вот Суккала, которое уже от благодати идет, как прозрение. Я бы еще хотел добавить тут одну цитату, да, по поводу Суккала, что такое Суккала. Ведь Исаак Сирин объясняет, понимаете, вот Буяна – это то, что движется в уме, в человеческом уме, а Суккала – это то, что приходит от благодати. Вот Исаак Сирин это различает, он говорит, вот как должен ты понимать слова мои обо всех прозрениях Суккале, случающихся от благодати. Они не от исканий и воли человека, но неожиданно случаются они с естеством по повелению Божьему. То есть, видите, вот есть искание и исследование, которое из Буяна, а есть это самое, то, что приходит от благодати уже. Но это, оно не могло прийти от благодати, если бы не было предварительного вот этого вот исследовать. Не было бы я. Я даже думаю, то есть, поскольку у нас они построены по одной и той же модели, которая, эта модель обозначает процесс и состояние, да, вот от благодати Каддеш, Куддаша – освещение, вот, от Баддек – исследовать, Буддака – исследование, от Байен – наставлять, Буяна – в разумление понимания, да, и вот от Сакэль учите, Стакаль понимать, Суккала – да, то есть, эти вещи запараллеливаются, но вместе с тем, ясно, что, то есть, Иосиф Хазаев в этом рассуждении, которое вот у нас выведено на экран, он не говорит, не связывает напрямую Суккала с действием благодати, и вместе с тем, он говорит, что через Буяна происходит удостоверение, понимание, а через Суккала происходит услаждение и питание, и для него эти термины наслаждение и питание связаны с созерцанием, то есть, когда человек уже не как объект видит, а получает такой опыт постижения вещи, который подкрепляет, его напитывает, то есть, когда он находит манну за каждым творением, и манна тоже становится для него символом созерцания, и вот я думаю, что в самом деле пьяса становится результатом процесса вот этого Буяна понимания, понимания, разумения. Да, результатом, то есть Буяна это процесс, пьяса это результат, и я думаю, что и Суккала может быть описанием... Я не согласен, пьяса это завершение процесса, не результат, а завершение процесса. Но процесс завершается результатом. А Суккала является результатом. То есть, я имею в виду, что движение вот такое происходит. Буяна пьяса, и вслед за пьяса, который есть результат на этом уровне, открывается Суккала, результатом которого будет Суккале, и это будет результат уже не линейный, не результат того, что человек что-то осмыслил. А это уже и действие будет благодатное на стыке человеческого и божественного, и вспышки будут непредвиденные. То есть, здесь уже будет иной способ соотношения процесса и результата. Но я подумал, что Буяна и пьяса, и Суккала, и Суккале во множественном числе можно здесь описать как параллели, но на разных уровнях. А вот Полина говорит про слух, про слух и про вкус. То есть, вы, Полина, имеете в виду поверх слуха вкус как другой этап этого. Вообще здорово, ведь трудно слух сравнивать со вкусом. То есть, вот мы как раз сейчас с Виктором говорим, что Буяна – это процесс осмысления рациональной, а Суккала – благодатной. И рациональность с благодатным трудно сравнивать напрямую. И вот Иосиф Хазае, когда он описывает внутренние чувства человека, благодатные чувства ума, он говорит, что есть видение, а восприятие прозрений Суккале – это слышание. Когда ему нужно описать внутреннее устройство вот самого этого процесса, понимания, он уже говорит не о евагриевых чувствах, а он приводит аналогию, чтобы на пальцах объяснить ученику, как они соотносятся. И он говорит, вот это понимание – это как слух, а благодатное понимание – это как вкус. И получается, что вкус дает гораздо более сильное приобщение вещи, чем слух. И одновременно слух и вкус трудно сравнивать. Точно так же, как и рациональное понимание, и благодатное прозрение трудно сравнивать напрямую. Вот как-то такое приходит в голову. То есть и то, и другое связано с познанием. Рейяна он связывает с ногами, говоря о том, что Рейяна, у него здесь функция передатчика. Рейяна сам по себе не добывает новое, а он устраивает коспосление. Он анализирует. Он ориентирует, да. Вот Рейяна как ориентирует. Он ориентирует, разделяет на части. Вот оно, единое целое ведение. Рейяна пытается разделить на части, на знакомые элементы. Анализ, это процесс анализа идет. Да, он ориентирует, но не приносит чего-то нового. И поэтому Исиф Хазая сравнивает его с ногами, да, которые направляют. А получается, что в Буяна и в Сукала здесь есть опыт добывания нового. При этом Буяна связывается со слухом, то есть с восприятием, с удостоверением издалека. А Сукала связывает со вкусом, то есть с непосредственным. То есть я бы даже я бы даже сказал, что когда Ева Грипантийский говорит о созерцании, которое аутопсей непосредственно показывает вещи уму, и это аутопсей, как я рассказывал, я в Курченом магистерии об этом говорил, и вам, мне кажется, я рассказывал тоже, это аутопсей самоглазно, самовидно, собственными глазами. Трудно передать на сирийский, и в трех разных версиях три раза передавали это, в одном случае, голо обнаженно показывает вещи, в другом случае точно показывает вещи, а в третьем случае просто показывает вещи, и вот думается, что когда Иосиф Хазайя благодатное понимание связывает со вкусом, он хочет сказать то же самое, что Евагрий говорит через аутопсей, непосредственно, то есть это, ну, вкус это и есть в каком-то смысле непосредственное восприятие, когда нет дистанции, нет восприятия на расстоянии, то есть Реяна он связывает с ногами, потому что он ориентирует, можно посмотреть на текст Ахудеммы, где он говорит, что Реяна направляется помыслы туда-сюда, или он говорит, что Реяна связан с послушанием и непослушанием, тоже это необычный ход мысли, но получается, что Реяна связывается с волей, то есть ноги, воля, ориентир, мы когда разбирали толкование Иосифа Хазая на видение Изекииля, мы тоже видели, что он там многие этих животных осмысляет как связанные с волей, то есть интересно, мы можем так уже какой-то словарь устойчивых символов и устойчивых метафор у сирийских мистиков можем составлять, что вот когда метафорически говорится о ногах, имеется в виду некая реальность связанная с волей, и вот Реяна ориентирует, он связан с ногами, причем тоже, смотрите, у нас получается есть два уровня понимания и два уровня ориентира, когда он говорит, что Парошута рассудительность, он ведь направляет одно воспринимает как полезное, другое как неполезное, и он связывает его с осязанием, и вот получается, что и Реяна ориентирует, и Парошута рассудительность тоже ориентирует, при этом Реяна ориентирует на рациональном уровне, а Парошута уже на мистическом уровне, то есть это два разных уровня ориентира, и в одном случае это действие связано с ногами, куда направить, а в другом случае это действие связано с осязанием, то есть опять же с непосредственным соприкосновением, но с таким, который помогает отделить одно от другое, как слепой Иаков ощупывал своих сыновей, чтобы понять, кто из них кто, ну и вообще в арамейских языках часто с глаголом «осизать» связаны также и термины, обозначающие исследование, то есть это ориентир на рациональном уровне, это ориентирование на мистическом уровне, и одно связано с образом ног, другое связано с образом осязания, а буянное – это понимание на рациональном уровне, а суккале – это благодатное прозрение, понимание на мистическом уровне. И здесь метафора слуха как восприятие, понимание, идентификация, но совершаемого как бы на расстоянии издалека, а суккала как непосредственное взаимодействие, метафора вкуса как аналог евагрио-алтупсей, подразумевающего непосредственное восприятие. Вот приходит в голову такой момент, поэтому получается, да, как Полина сказала, поверх слуха вкус, то есть две метафоры, которые обозначают разную степень параллельных процессов. И получается, такие у них необычные соотношения. Трудно ноги сравнивать с осязанием, а слышание со вкусом. Но одно соотносится с рациональным, а другое соотносится с мистическим, другое соотносится с благодатным. Любопытно это было бы. И если я сейчас стал говорить про развлечение, давайте я сейчас покажу сразу два отрывка из Рабана Афнимарана, который мы с вами, мне кажется, в 21 году разбирали. И вот в связи с того, что мы говорили сейчас, на них можно будет взглянуть. Это глава 20 и глава 28 из его глав о ведении. Я выведу сейчас на экран. Вот сначала я даже, прежде чем покажу главу 20 и 28, покажу еще рассуждение по... Мы как раз накануне с Полиной проставляли разночтение по разным рукописям для этой главы. И вот там интересно, что... Значит, здесь говорится... И там мы видели, что в западно-сирийской версии вместо рейян появляется рейянин во множественном числе. Это финальные главы о ведении Афнимарана, где он говорит об именах, что они дают и чего они не дают. И он говорит, что множество имен на разных языках, имен Бога, это свидетели непостижимости. И обильные именования – это указатели. Вот он там Хавьяне использует. Указатели на нечто без именования и осмысления. И вот он здесь говорит, что проходит мимо, да авар, да авар, проходит мимо, то есть убегает от схватывания, от постижения, всякого разума и всякого ума. И вот теперь в свете того, что мы видели, тоже по-новому мы увидим эту фразу. Он же тоже сказал не для красного словца, мимо всякого разума и всякого ума. То есть он с одной стороны говорит куль рейян и говорит здесь про разум как ориентир, как то проявление человека, который отвечает за анализ информации. И говорит куль мадда и всякий ум, имея в виду ту область умной части человека, который отвечает за восприятие нового. То есть он говорит о божественной реальности как превосходящей и возможности осмысления и возможности разумения. Получается он задает границу для разных видов опыта, когда он говорит проходит мимо всякого разума и всякого ума. Куль рейян и куль мадда. И я думаю, что было бы странно, если бы здесь было сказано кульгон, если бы здесь слово для хауна было использовано. То есть он приводит с одной стороны именование силы, отвечающие за рациональное осмысление, и с другой стороны за нерефлексивное, но за видение. Хауна, который вмещает в себе то и другое и контролирует то и другое, он здесь не упоминает. То есть он говорит о всяком человеке и о каждом человеке и в его аналитической способности, и способности непосредственного видения. И что божественная реальность, выражаемая именами, проходит мимо того и другого, и постигается она, познается она в непостижимости и в неуразумеваемости. Здесь тоже интересно, он играет глагол, мэхи-за, глагол знать в пассиве, познается, я бы сейчас перевел даже, не как постигается, а познается. В непостижимости глагол азрех, понимать, и неразумеваемости глагол эстакаль, опять же, тоже понимать и уразумевать. И глагол азрех этим логически связан с наступлением на то, чтобы встать ногами в какую-то область, а эстакаль связан с пониманием интеллектуальным. И вот божественная природа, она непостижима ни для исследования непосредственного, ни для понимания. Даже я подумал, что здесь, в этой главе можно сопоставить, проходит мимо разума и ума, и постигается непостижимости и неуразумеваемости. Можно даже сейчас показать схему, или в доске это попробую написать. То есть он говорит, что божественная природа проходит выше всякого знания, риян, в коле риян, всякий разум, и мимо всякого ума, манда. При этом она постигается, значит, здесь он использует глагол знать в пассиве. И дальше он говорит, в чем она постигается. Он говорит, что она постигается в не-мет-дар-канус-а. Вот этот корень, который здесь используется, связан с наступлением ногой, с попиранием. То есть глагол «азрех» означает постигать активно, исследовать, испытывать. Невозможность испытать это. Невозможность это испытать с целью выявить что-то новое, как это можно сделать с физическими явлениями. И с другой стороны он постигается в ля-мэс-так-ла-ну-са. Здесь будет корень как раз сакл, от которого сукала, который эстакаль, понимать. То есть он говорит, что Бог познается в своей непостижимости, в неиспытуемости и непонимаемости. И вот получается, он говорит одну и ту же мысль положительно и отрицательно. Он говорит, что то, что стоит за именами, Бог, стоящий за именами, проходит мимо всякого Райян, который отвечает за анализ, и мимо всякого Мадда, который воспринимает непосредственно реальность, открываемую ему. И постигается Бог в неиспытуемости, то есть мэс-так-ла-ну-са соотносится с Райяна. Оно связано с испытанием и исследованием. А мэс-так-ла-ну-са, связанное с пониманием, соотносится с Мадда. Он их запараллеливает, но при этом он отрицает их. Он говорит, что вне возможности этого и этого Бог узнается. А иначе он проходит мимо и рационального анализа человека, и его способности узнать, уразуметь что-то через естество. Ну или Бог познается через свет, который виден умом Мадда, но это уже не будет уразумевание тоже, которое происходит на уровне естественного созерцания, на уровне восприятия творений. Но показать я хотел главу 20 и 28, две главы, в которых говорится о рассуждении, вокруг которых проведена стена развлечения. Они не полны тьмы, но изгоняют тьму. То есть есть внутренние комнаты, вокруг них стена той самой парашуса, той самой способности различать. И хотя эта комната внутренняя, хотя они без окон, они не темные, а наоборот, они изгоняют тьму. Вот метафора окна в связи с познанием рациональным и благодатным тоже очень значима. И вот как толкователь это объясняет. Внутренние комнаты души – это Мадда и Рейяна. То есть это уже пишет толкователь анонимный, видимо, VIII века, не сам Афнимаран. Но как и Афнимаран, он тоже называет эти две точки – Мадда и Рейяна. Получаются крайние точки. Одно за восприятие, другое – то, что отвечает за анализ. И когда их окружает стена развлечения, то есть развлечение всякого помысла, который возникает справа ли или слева, как раз к метафоре правого и левого, о которой мы говорили в прошлый раз, они, и вот тут схема будет, которая не сразу накладывается на схему Осипа Хазаи, они, то есть получается, у Мада и разум Рейяна отделяют через помышление или через прозрение развлечения, вот эти помыслы друг от друга. Сейчас я взгляну еще в оригинал. Здесь тоже должна быть форма Меттахдар Легон. Тут дальше вот это ВАЛЯ должно относиться к строчке внизу. Это поехало при наборе. Получается, что ПАРШИН относится к ним, к уму и к разуму. Отделяют, различают. Валя. Вот, и, значит, те, которые гнусны, которые, там, точнее, на персисеет лукавый, они изгоняют совершенно бодрствование, которому не прилепляется ни небрежение, ни леность. То есть в данном случае он описывает не процесс познания нового в целом, как об этом говорит Иосиф Хазайя, а он говорит о том, как разум Райяна и ум Манда связаны с развлечением. И он вводит понятие суккала, развлечения. Он вводит... То есть интересно, что Манда и Райяна отделяют... Отделяют разного рода помыслы, отделяют их через суккала. И, в принципе, схема получается похожей на ту, которую мы видим у Иосифа Хазайя, когда у него развлечение включается уже после того, когда понимание суккала оказалось задействовано. Но при этом важно, что эта суккала связана с развлечением. Он говорит суккалат фарушуса. Он говорит о прозрении развлечения, о вспышке развлечения. И, в принципе, здесь логичная выстраивается схема. Если эта вспышка благодатная произошла, если это понимание произошло, то тогда человек и может различить в собственном смысле слова, вводить это откровение во святое святых или не вводить. То есть человек может получить суккала и о чем-то неприглядном. Он может получить прозрение о неприглядных делах людей. Или Шимон Тайбута описывает, как человек изумляется тому, как внутри него вожделение и ярость действуют не по своему естеству. И при этом, если он изумляется этому, если он получает прозрение суккале, об этом, то он уже имеет из этого благодатный опыт, и этот опыт уже ему полезен. Но, однако, он решает, может ли он на этом строить дальше или не может. И вот получается, что здесь с суккалопрозрением связывается действие развлечения. То есть вопрос, можно ли это описание соотнести с тем, о чем говорит Иосиф Хазайя, но обращает на себя внимание, что схема похожая, что Мадда и Реяна, и получается, что они делают это на разных уровнях. Через суккала, через благодатное понимание того, что попалось созерцанию, через понимание прозрения о каждой вещи, направляют дальше в одну сторону или в другую ту информацию, которую они получают. Причем интересно, что сначала он говорит про Мадда и Реяна, что они вместе различают всякий помысл, а потом он говорит о бодрствовании разума Реяна и духовном общении Энияна. И я предположил бы, что эти две вещи, которые действуют посредством развлечения, запараллеливаются с Мадда и с Энияна. То есть духовное общение соотносится с опытом, который получает Мадда, а бодрствование разума соотносится с Реяна. Соответственно, на разных уровнях у человека то или другое задействовано в разной степени. Бодрствование разума может не сопровождаться еще высокой степенью духовного общения. На телесном этапе разум бодрствует, хотя Мадда еще не имеет такого же благодатного опыта, как на степенях более высоких. Но при этом и то, и другое задействовано в развлечении с точки зрения толкователя Афнимарана. Я не уверен пока что, что этот текст полностью ложится на текст Иосифа Хазаи. Он не обязан ложиться. Это разные школы, это преемственность к Афнимарану, а у Иосифа Хазаи другая традиция, которая может не совпадать с тем, что мы видим у толкователя Афнимарана. Но тем не менее, в данном случае Парашуса задействовано тоже оказывается после скала. И интересно, что толкователь Афнимарана связывает здесь развлечение человека с обретением смирения. Он говорит, это казалось бы неожиданно, казалось бы, ну все понятно, он отделил один помысл от другого. Однако он говорит дальше, используя глагол эфраи, который обозначает размышлять. И слово райана он использует здесь уже в значении мысль и образа мысли. И он говорит, что развлечение научает тому, чтобы не пребывать в горном, буквально в высоком образе мыслей, чтобы буквально не мыслить высокую или горную мысль. То есть для него главные действия размышления – это даже не отделение хороших мыслей от плохих мыслей, а понимание того, что тебе ничего не принадлежит. Вот это тоже очень здорово ложится на описание созерцания и прозрения. Человек воспринимает прозрение о каждой вещи и высокой, и низкой. И через размышления он отделяет левое от правого. Но главное, чему научает его рассуждение, тому, что он не может прилепиться ни к одному из проявлений своего опыта. Что он не может считать это своей заслугой. Что он не может возгордиться. Что в конце концов ему самому ничего не принадлежит. Что он оказывается обнаженным перед встречей с божественным светом. И вот для толкователя Афнимарана вдруг итогом рассуждения оказывается смирение, оказывается непривязанность к чему бы то ни было. Оказывается готовность совлечь ту самую последнюю одежду ума, которая по Евагрию открывается в естественном созерцании. И толкователь Афнимарана на этом не останавливается. Для него эта мысль оказывается принципиально важной. И он в 28 главе касается того же, но и Афнимаран касается того же. К рассудительной душе навша парошта. Здесь то же самое слово пароша. Различитель, от которого образованы слова парошуса. Различение. К рассудительной душе прилепляется к нихуса. Скромность, сдержанность, собранность, благоговение. И дальше толкователь, объясняя слова Афнимарана, говорит в том же ключе. Рассудительная душа, та, которая различает то, что приближает к Богу, и то, что отдаляет ее от него и вредит ей. И различает помысл, возникающий в ней. Значит, справа он или слева, да, десной или шуи, как тогда я перевел еще в таком более консервативном языке. Она различает и принимает то, что от света, и прогоняет и отталкивает свои злые и отвратительные помыслы. И дальше ту же самую фразу повторяет толкователь, которая всеевает лукавых, или которая всеевает дьявол. Но беша вообще означает злой буквально. Иоанн находит прибежище во Христе Господине Своем и приобретает от Него скромность. Почему я перевел Господине? Марах, марах, мшиха марах. Но можно и Господе перевести. Я думаю, может быть, там слово Баала. Во Христе Господе Своем. И приобретает от Него скромность. И дальше он дает еще одно определение рассудительной души. Та, которая различает божественные действия и размышляет об ангельском образе жизни. Вот он, получается, с одной стороны говорит о различении движений, а с другой стороны говорит о различении божественных действий. И важно, что это размышление в конце концов приводит ее ко Христу, от которого она обретает скромность. То есть и в том толковании, и в другом рассуждение идет вслед за Суккалла, вслед за благодатным опытом прозрения. И результатом этого оказывается, в конце концов, не оценка – это хорошее и это плохое. А ощущение того, ясное осознание того, что тебе ничего не принадлежит, что это не твое, что здесь путь открыт, что в конце концов ты имеешь опору только в божественной силе. И я думаю, это очень важная деталь, на которую мы сейчас после чтения Иосифа Хазаи сможем по-новому уже посмотреть. То есть он в толкование вводит Райяна и Мадда, как отвечающие за разные степени восприятия. На начальном этапе в человеке сильнее задействована его аналитическая способность, нежели созерцательная способность, скажем так. На этапе, который Исаак Сирин описывает уже как молчание разума, предстояние Богу, разум Райяны задействован, но на уровне выше, чем уровне слов. И Мадда получает более ясен для получения откровения, более просветлен. И вот он говорит про суккала развлечения, да? Суккала тфарошуса. И, между прочим, не случайно он говорит о прозрении развлечения. Он ведь, скажем, Иосиф Хазаи, говоря о вспышках человека и об изумлении, говорят о пуршане, о многочисленных различиях, которые в этом творении имеют место. Вот, то есть, в принципе, опыт прозрения связан с опытом развлечения. И за этим для него идет развлечение, которое приводит его, в конце концов, к смирению или скромности. То есть, путь этот приводит, в конце концов, не к оценке, а приходит к тому, что меняется состояние человека. Вот эта мысль представляется и простой, и нетривиальной, и неожиданной. Он ясно дает понять, что это развлечение не то, которое совершается на уровне анализа только, а это развлечение, которое совершается после того, как человек пережил опыт прозрения, и оно ведет человека к новому. Это напоминает то, о чем говорит Бехиша Камульский, что в опыте изумления пелена страстей спадает из человека, что опыт изумления дает человеку иное видение его внутренних движений. И таким образом человек меняется в этом, и, совлекаясь последней одеждой ума, может двигаться дальше. Ева Грипантийский о естественном созерцании видимых творений говорит, что это последняя одежда ума, которой человек дальше совлекается. А Йоханн Анбар Пинкайе, говоря уже о созерцании Божественного Света во Христе, говорит неоднократно, что ум голый приступает к этому созерцанию. И мы говорили, что, вспоминая слова апостола Павла, что Христос становится одеждой, облекается во Христа. То есть и тот, и другой опыт связан с некоторым совлечением. Он совлекается, чтобы облачиться в новое, в то, что превосходит его предшествующий опыт. Да, вот такую схему в дополнение к тому, что мы видим у Иосифа Хазаи, предлагает толкователь Афнимарана. Резюмируя, Афнимаран говорит о работе Раяна и Мадда, и он похож на схему Иосифа Хазаи в том отношении, что у него между Раяна и Мадда и развлечением стоит суккалла, прозрение развлечения. И он дает важное дополнение к опыту Иосифа Хазаи, говоря, что вслед за этим опытом человек меняется. И что стало быть, это не рациональное развлечение и оценка, а это благодатное прозрение, вслед за которым человек меняется и меняется его взгляд. Иосиф Хазаи говорит о Хауна, который направляет Мадда, и от него передается Раяна и Буяна, некая информация, и они дальше передают это суккалла, а дальше происходит развлечение. То есть вот эта деталь суккалла и развлечения оказывается сходной, а вот этого соотношения Мадда и Раяна, в принципе, между описанием толкователя Афнимарана, можно считать, что описание Иосифа Хазаи разворачивает то, о чем коротко говорит толкователь Афнимарана. Когда он говорит, что Раяна и Мадда различает, и потом поясняет, что Раяна свойственна бодрость, то есть внимательное наблюдение, это то, что вот здесь связано с аналитической функцией Раяна и его движением на ногах. А про Мадда он ставит ему в параллель духовное общение, что можно связать с опытом видения, описанным здесь. Но, тем не менее, здесь Иосиф Хазаи дает более подробную картину, однако вот с самого соотнесения деталей Мадда и Раяна, суккалла и развлечения, вот эта схема имеет параллель. Эта последовательность оказывается общей для толкователя Афнимарана и для Иосифа Хазаи. И указание на то, что из этого рождается скромность, дважды данное им указание, подтверждает, что суккалла в данном случае связан с опытом благодатным. И цель развлечения – это не познание добра и зла, которое связано с горечью, а совлечение себя, которое приблизит себя к древу жизни, то есть ко Христу. Вот, значит, резюмируя эту параллель, мы вышли на рассуждение с вами о другом тексте Афнимарана, где он соотносит Раяна и Манда, и мы с вами вышли на осмысление вот этой параллели, которая делается, что сравнение, что пьяса оказывается завершением процесса Буяна, и суккалла и Буяна, как вкус и слышание, описывают разные этапы и разные качества благодатные или рациональные этого процесса, точно так же, как парашуса – это благодатный опыт, а Раяна – это опыт еще рациональный, но и то, и другое ориентирует. И эта разница между благодатным и непосредственным, и рациональным и опосредованным передана разницей, вот, метафор вкуса и слышания, и осязания, и движения. И, связав Парашулса с благодатным опытом, мы здесь проводим, опять же, еще одну параллель к тому, что мы видели у Афнимарана. Значит, у нас такая цепочка рассуждения выстроилась после вопроса Полины, и ее замечания относительно соотношения Буяна, пьеса и суккалла, да, и после комментариев Виктора, вот, важного замечания, что Буяна – это процесс, а пьеса – это то, в чем он завершается. Вот тогда, вот сейчас, резюмировав этот виток нашего обсуждения, я предлагаю Виктору сейчас еще высказать свои соображения, начать, и на следующей нашу встречу мы продолжим тогда говорить о наблюдениях Виктора, вот, которые должны охватить в целом примерно час, как вы, Виктор, заметили. Можно еще секундочку? Да. Я просто хотела объяснить, что я имела в виду, про не его. Мне кажется, что получает то он удостоверение, не сам решает, когда получить. И если мы говорим про глаза, они все-таки всегда есть. То есть, если мы орган описываем, то логично, что он слышит или получает вкус, процесс, а процесс Буяна прекращается, как будто бы изуне. Ну, по крайней мере, человек не определяет момент, когда он прекращается. И потом, когда он спотыкается уже, ну, или останавливается, тогда сукола приходит. Так, еще раз, что... Можно я прокомментирую? Ну, замечание интересное, и мне кажется, тут вот правильное замечание, потому что, когда мы говорим о созерцании, то тут идет синергия взаимодействия человека и благодати Святого Духа. И вот действует человек, и действует Дух в движениях ума человека. И поэтому то удостоверение, о котором вы говорите, оно действительно как бы приходит уже от благодати Святого Духа. И как бы Дух говорит, ну, хватит тебе уже исследовать, вот теперь я завершаю твое исследование, удостоверяю, и даю тебе вот это сукола прозрение. Вот типа такого. Я бы так прокомментировал. Нельзя рассматривать вот отдельно движение ума человека по воле человека и движение, значит, связанное от благодати. Это вот взаимодействие такое идет. Вот я бы, значит, хотел бы все-таки начать немножко хотя бы комментарий, тогда понятнее будет, о чем здесь говорится, и в том числе по линии будет понять. Можно я все-таки еще раз резюмирую? Замечание Полины, и чтобы для себя прояснить. Да, да, конечно. Полина, то есть пьяса, мы не можем описать, из чего рождается пьяса, ну или человек не может усилием воли скорректировать его появление, да? Я просто думаю, что если мы описываем то, как работает ум, то мы не можем описать глаз через то, что он видит. То есть глаз – это вот процесс, как вы здорово сказали. Да, мы не можем описать его через то, что он видит, да. А в случае с пьяса, вот вы сказали, не его. То есть потому что человек не может усилием воли решить, когда это удостоверение наступило. Ну и более того, получается, что само слово пьяса, я об этом говорил в прошлый раз, но это как раз оказалось подвисшим, и вы сейчас, наверное, это приземлите правильным образом, что слово пьяса означает удостоверение, когда кого-то убеждают или когда меня убеждают. И вот получается, что в данном случае ясно, что его убеждают. А кто его убеждает, этот кто остается за кадром, да? И этим кто может оказаться… Ну вот возьмем, допустим, бытовое понимание. В какой-то момент я узнал что-то новое, я понял, я был убежден. От чего зависит это? Да, это хороший вопрос для междисциплинарного исследования. От чего зависит этот момент. Или Михаил Шварцман, который наносил на свои абстрактные работы слой за слоем, и он понимал, что работа еще не закончена, и он мог даже удачный слой закрасить другим слоем, который кажется менее удачным, и в какой-то момент понимал, что работа закончена. Или когда Ольга Седокова говорит, что сердце подсказывает, удалось или не удалось. А в случае с благодатным опытом получается, что здесь еще иной фактор, когда действительно за рациональным пониманием наступает благодатное понимание, разумевание. И вот пьеса хорошо это передает. Я убежден, а чем я убежден или кем я убежден? То есть пьеса по своей внутренней форме не мое, потому что внутренняя форма его подразумевает еще другой субъект, потому что пьеса – это отглагольное имя. Пьеса – это отглагольное имя, и это убеждение как процесс и как результат. Ну, как ксава по той же модели образованная – это писание, подразумевающее, что кто-то пишет. Но в случае с пьеса, я говорю, даже это сильнее, потому что в текстах действительно пьеса может означать, что я понял, или пьеса, что я кому-то преподношу уразумевание. А, и получается, что действительно Буяна связана с Суккала через пьеса, потому что пьеса оказывается пунктиром, намеченной границей между моим и не моим. То есть Суккала – это благодатный опыт, который мой, но данный мне из божественной мудрости, данными через откровение. Буяна – это мое рациональное разумение, а пьеса – это та тайна, вот как раз та граница между человеческим и уже смешанным между тем и другим, да, вот этот самый рубеж. Или я не знаю, это как пустыня, которая моя, и есть земля обетованная, которая тоже вполне себе человеческая земля, однако она непростая, потому что она обетованная, и она данная мне в подарок, да, это вот как Суккала и Буяна. А пьеса – это вот тот самый рубеж, который нужно перейти, там и Ордан, который нужно… Ну, сейчас здесь не будем эту метафорику устранять, и Ордан – это вполне конкретная река, но вот очень здорово, что пьеса – это вызревший Буяна, но при этом уже не от меня зависит, когда он вызрет. То есть здесь моя воля уже отступает, а в Суккала – это уже всецело дар. Вот, я теперь понял. Здорово, это очень красиво. И вот когда вы сказали, когда Виктор прояснил эту мысль, смотрите, да, пьеса – как последний рубеж естественного, место которого уже не определяется естеством. Причем эта пьеса все еще поддается исследованию. То есть можно спросить, что думают нейрофизиологи о том, в какой момент происходит, или что думают философы или психологи, в какой момент или от чего таких факторов зависит скорость пьеса. А Суккала, который наступает за тем, это уже то, что не сводится к рациональному. Но пьеса – это тонкая граница, которая их соединяет, и которая подвижна, и которая не зависит от человека. Граница воли и дара, я бы сказал. Вообще, я в комментарии хотел вот как бы тоже прокомментировать, как мне видится вот это, что такое Амадья, что такое Хауна, что такое Раяна, там уши, вкус и так далее. И как это все, значит, тоже преподносится со стороны византийского богословия, в лице Максима Исповедника и так далее. Вот эти параллели как-то прояснить. Поэтому, конечно, те комментарии, которые я подготовил, они довольно большие. И мне бы, конечно, хотелось как-то это все обсудить, потому что вот, Максим Глебович, когда вы переводите сирийских мистиков, вам надо переводить на какой-то язык, опять же, мистический язык, и, скорее всего, на язык, который используют византийские богословы. Поэтому провести такие параллели, мне кажется, необходимым. И вот с чего я хотел бы начать, это с того, что раньше я говорил, что Амадья – это око ума. Вот у меня такое фигурировало представление. И я хочу сказать, что это немножко некорректное такое словосочетание око ума, потому что Исаак Сирин говорит о Амадья не как око ума, а он говорит о двух очах души, понимаете? Не о глазе души, не о глазе ума, а о двух глазах души, из которых один глаз – это ум, хауна, а другой – это вера. Но вот мы эту цитату рассматривали, он говорит там, «Мы обладаем двумя душевными очами», из которых одним мы видим там славу Божию, а оком веры мы видим то, что невидимо. Так вот, словосочетание око ума некорректно. Почему? Потому что око – это глаз. И вот Исаак Сирин рассматривает глаз и рассматривает зрачок глаза. Вот он говорит, «Мадья – это духовное чувство, которое становится восприемником зрительной силы, как у зрачка телесных глаз, в который вливается чувственный свет». То есть вот чувственный свет вливается в зрачок глаза. И вот «Мадья» он сравнивает не с глазом, а он сравнивает со зрачком глаза. Вот я хотел обратить на это внимание. Зрачок – это вот слово «бадата», а глаз око – это «яна». И вот этот вот термин «яна» он использует вот в определении двух очей, когда он говорит об оке «яна». Из них, которые одно – ум, а другое – вера. Вот это я хотел сразу обратить на это внимание, потому что если это не понять, что такое «мадья», то потом очень сложно вообще интерпретировать тексты. Почему? Потому что вам приходится говорить о двух умах. Один из них – «мадья», а другой – «хам». На самом деле не так. Ум один – «ум хана», а у него есть зрачок – «мадья», с помощью которого он видит. То есть «мадья» – это свойство ума, зрительное свойство ума, способность видеть. Вот что такое «мадья». Поэтому «мадья» нужно… Вы хотели сказать что-то? Да, да, хотел сказать. Да, значит, вот очень важно это определение, на которое вы обращаете наше внимание снова и снова, что «мадья» – это духовное чувство, которое становится восприемником зрительной силы, как зрачок. Да, вот это изумительная, точная ремарка, которая нам помогает. Другое дело, что «мадда» и «хауна» часто перечисляются как равноправные… Это другой вопрос, когда «мадда» и «хауна» оказываются соположенными как разные проявления умной силы. Я про другое сейчас хотел сказать. Значит, «мадда» – это зрачок. Передавать его как ум или не передавать – это вопрос того, что мы вкладываем в конце концов в понятие «ум» само. Но вот по поводу того, что «хауна» – это глаз. Вот выше вы говорите «умное око» в связи с 43-м трактатом Исаака Сирина, но который 82-й трактат и 83-й по русской версии. Вот Иосиф Исаак Сирин в оригинальном тексте говорит. «Значит, то, чем глаза, айне, телесные, тфагра, для чувственных вещей, гу-казгу – то же самое. Гаймануса – вера. Бгазэ, ксайя, ль айне дгауна. Вот, значит, то же самое вера в сокрытых, значит, сокровищах, буквально, да, в спрятанных сокровищах ль айне дгауна. Для очей здесь во множенном числе говорится айне. То есть там форма единственного числа и множного выписана одинаково в сирийском тексте. Но это форма множного числа. То есть там стоит две точки с емэ, и там стоит знаковая сакарья, обозначающая континент «э». И вот все-таки мы не можем перевести как «умное око», потому что Исаак Сирин говорит во множенном числе про глаза ума. И получается, что айне дфагра, глаза тела, ставится у него в параллель с айне дгауна, глаза ума. То есть всячески принимая и благодаря вас за это замечание, ну, из которого мы исследуем постоянно, мы исследуем этому, что мада – это зрачок, да, вот это замечание из текста Исаака Сирина. Вместе с тем, я не готов сейчас принять суждение о том, что один глаз – это гауна, а другой глаз – это вера гаймануса, потому что Исаак Сирин об этом не говорит прямо. То есть он говорит о глазах ума буквально во множенном числе. О глазах во множенном числе, и ум там стоит в родительном падеже. То есть здесь требуется… Здесь еще это предмет дискуссии должен быть. Как соотносятся глаза ума во множенном числе с двумя душевными очами, о которых говорится дальше? Нет, подождите. Он говорит о двух очах. Не о большем количестве. Он говорит о двух очах. Да, но еще до этого, вот там, где вы написали… Из которых один глаз – это вера. С этим понятно, да? А другой глаз – это тот глаз, которым мы видим славу Божью, видим ангелов и так далее. Понимаете? Я имею в виду, что вы, Виктор, переводите как умное айне дгауна, вы перевели как умное око. Но айне – это форма множественного числа. И для умной, то есть, относящейся к уму, есть там свое прилагательное, допустим, хауна на я. И Саксирин говорит не об одном оке в связи с хауна, а об очах во множенном числе. Тем же является… Но это не играет роли. Эти все очи – это одно око, которым мы… Но надо это доказать. Хорошо, дальше посмотрим. Ваше замечание тоже… Катя, замечание. Которое потом обратим внимание. Но то, что там стоит хауна, значит, как умное именно око или умные очи. Правильно? Очи… Что-то Катя хотела сказать, да? Да, я вот хотела сказать просто по поводу в данном случае родительного падежа, потому что он обычно в концептуальных вещах очень нагружен. То есть буквально, если мы имеем в данном случае глаза ума, ведь у нас не обязательно этот родительный падеж описывает какой-то признак. Он скорее даже указывает на, мне кажется, в данном случае, инструментальность. Мне кажется, об этом раньше говорила немного Полина, когда она отмечала, что то, когда мы говорим, что то, что видит ум, не раскрывает нам того, чем он является самым. как у себя. Соответственно, когда мы говорим про то, что является грозами ума, мы, мне кажется, имеем дело с тем, что является инструментом ума. И в этом смысле тогда будет понятно, что у нас есть, ну, как бы ум как таковой, ну, или душа как таковая, то есть в собственном смысле слова, там, то, что мы могли бы на других языках называть сознанием, если вы хотите, да? Ну, вот в этом расширенном смысле. И есть как бы разные органы. Поэтому мне кажется, что аргументы, просто чтобы не использовать это как прилагательное, как предикат, здесь все-таки он важен. Ну, в данном случае против использования прилагательного, да, потому что, то есть вот сама фраза, чем интересный глаз является для чувственных предметов, тем же является вера для глаз ума. Вот здесь само сопоставление, оно какое-то неочевидное. Если принять его буквально, то есть что? Вот есть предмет, есть предмет и есть глаз. Глаз – это то, что воспринимает предмет. И при этом глаз – это не то, что осмысляет предмет. Он воспринимает, передает информацию дальше. Я открою сейчас снова арамейский текст. Значит, Гаймануса и Сехтарадразе. Вера есть вертайн. Гаумэдэмд айнэд фагра. То самое, что глаза тела. Ля сэвваса в мэцрахшан. Для вещей, которые сучуственные. Гу-казгу, то же самое. Гаймануса. Бгазэксайя. Ля айнэд гауна. То же самое вера. В. В сокровищах. В сокрытых. Во внутреннем. Для глаз ума. То есть, есть предмет. Есть глаза тела. И, значит, тем выступают глаза тела для чувственных предметов. Получается, это два элемента. Есть чувственный предмет, и с ними соотносится глаза тела. И он говорит то же самое, что глаза ума. То же самое, это вера. И он говорит, что это вера для глаз, во множественном числе, ума в сокрытом. не дает нам оснований одно сопоставить. То же самое, что глаза. Самое есть вера. Вроде бы он веру сравнил с глазами. Но при этом это вера для глаз ума в сокрытых вещах. Казалось бы, сокрытое соотносится с чувственным. А веру он соотносит с глазами тела и добавляет, что это для глаз ума. Вот такая штука получается. У меня просто есть еще одно дополнение. Оно связано с теорией зрения, которая тогда была довольно распространена. Насколько я знаю, было, в принципе, три разных версии того, как объяснять работу глаза и зрения на тот момент примерно. В всяком случае, я могу сказать, может быть, это чуть позднее, на арабских источниках, где-то к XI веку, точно, там есть три разные теории. Они как бы отсылают еще к античности. Если коротко, как бы, значит, одна версия очень такая распространенная, она связана с тем, что глаз является самым источником свет. То есть он излучает. И благодаря тому, что он спускает свет каким-то образом, ну, по аналогии с солнцем или там с лампой, ну, короче, он спускает свет и в этом свете становятся видны предметы. Другая теория, она, значит, теория того, что глаз, скорее выступает как то, что, он как зеркало. И причем такое зеркало, в котором, ну, активность исходит какая-то все равно, получается, вроде как от того, что мы поворачиваем голову, но по сути это маленькие частички предметов, отлетают от самих предметов, но так, что от предмета не убывает, но эти маленькие частички, будучи малыми видимыми копиями, они все время как бы распыляются. распыляются и как бы попадают на сетчатку, и там на все, что способно отражать. Опять же, глаз оказывается источником, признающим. Тогда он уже не совсем источник, тогда он такой источник, который выявляется по себе. И, соответственно, были такие протогеометрические теории, которые пытались построить модель того, что у нас есть отражение, но оно отражение не по принципу как бы атомарному, не по принципу отлетания частичек, а по какому-то другому принципу, для которого важна сообщающаяся среда. И вот именно то, что есть некоторая сообщающаяся среда, среда видимого, связывающая вещь и глаза, она выступает некоторым проводником. Ну, чтобы решить эту проблему, почему у нас вещи не истончаются, а то, что они постоянно как бы видимы. Вот. Но если мы берем первую теорию, она вроде как была более мейнстримная, более популярная, то, согласно ней, у нас именно глаз выступает источником излучения, источником света. Просто эта теория, насколько я понимаю, она больше использовалась в поэзии, когда говорят про светочей моих, вот эти все вещи. Они именно связаны с тем, что люди думали, что глаза светит. Это связано с тем, что я тебя излучаю, я приму тебя на мече, и делаю за время дождя. Ну, это по-всяку работает, вот. Но, что это как бы буквально как бы именно то, что светит. И как то, что светит, здесь просто я к чему говорю. Если мы берем эту метафору, глаза тела буквально излучают свет, который освещает темный предмет, вера буквально освещает сокрытое, делая его открытым. Вот тогда это как бы складывается, возможно. Но это версия. Это интересно, да, потому что он получается как будто бы, если... Вот не считать, что Иса Аксирин просто эллиптически высказался и синтаксически не как бы нарушил синтаксис, то, если смотреть на предлоги, которые он использует, я могу даже вывести, может быть, сирийский текст на экран. Он говорит, чем глаза тела для предметов, тем же вера служит для глаз ума. Он не говорит, тем же вера служит для сокрытых предметов, что мы ожидаем. Тем же вера служит для глаз, как будто бы он чувственные предметы формально, даже не как будто, а формально. Он проводит параллели между глазами и верой, чувственными предметами и глазами ума, а сокрытые становятся пространством, где все это происходит. И либо все-таки Иса Аксирин хочет сказать, что есть телесные глаза, которые при солнечном свете видят чувственные предметы, есть внутренние глаза, которые видят при помощи веры сокрытые предметы. Это напрашивается, приходит в голову. И просто он так кудряво это выразил. Либо он все-таки хочет сказать, что как глаз это инструмент для понимания чувственного, так и вера это инструмент для созерцания. И тогда получается как раз-таки глаза ума окажутся непротивопоставленными тому, что он видит. Но мы понимаем, что в созерцательном опыте нету субъекта объектного противопоставления четкого. И глаза созерцания, прозрения, то есть можно в эту сторону аккуратно. Я не думал об этом раньше, пришло это в голову сейчас. То есть чувственные предметы оказываются соотнесенными с глазами ума, что будто бы глаза ума это первая реальность, которую познает человек в опыте созерцания и в сокрытом. И это соотносится с представлением познания своей кномы. Но даже если Исаак Сирин хочет сказать самую простую вещь, что как глаза видят чувственные предметы в свете, своем ли или внешнем, так и глаза ума верой видят сокрытое. Но в этом случае Исаак Сирин веру соотносит с глазами ума, он не противопоставляет веру и ум, а он сополагает эти вещи. То есть мне очень нравится модель Виктора о том, что одно око это гауна, а другое око это вера, но вот конкретно из этого предложения не вывести этого суждения мне дорого не отступиться от того, что говорит автор. В данном случае мы должны разобраться в этом. А дальше он говорит, что у души есть два ока подобно двум очам тела. Уже он говорит о глазах души, которые опять же сравнивают с очами тела. И он говорит, что они не одно и то же для зрения. И дальше говорит, что одним из них видим сокрытую славу и премудрость Божию, а другим мы видим славу божественной природы. И вот в этом рассуждении он не говорит о том, что одно око это вера, а другое око это не вера. И потом он завершает, что когда Бог показывает нам свои тайны, он открывает море веры в нашем уме. Виктор предложил одно око связывать с верой, и мы это связали с целью, которая служит такой универсальной точкой отчета, а другое око опыт созерцания зримых творений. То есть мне очень хочется одной из очей связать с верой, и чтобы оно смотрело всегда поверх, как Виктор предложил это тогда в своей модели. но важно, это не противоречило смыслу слов Исаака Сирина. То есть я из текста Исаака Сирина вывожу, что чувственное созерцание естественное это опосредованное видение Бога. У него одна цель. А с другой стороны есть око, который всегда видит Бога, и которое всегда это то, что связано с герга. То есть я бы даже наверное связал один глаз созерцаниями естественными, а другое с тем, что Исаак Сирин называет герга, и то, что и на начальном уровне, и на вершинах всегда направлен на Бога прямо, на Его Иисуса, на Его природу. Но вот конкретно с термином вера, вот здесь текст для нас создает такое препятствие пока что. Я поясню, оно не препятствие, потому что вера, она связана с деятельностью разума. Я потом покажу текст, где об этом говорят отцы. Поэтому получается, что вот эта вера, как око, это тоже принадлежит разумной силе души. Понимаете? И поэтому вот здесь и говорится с одной стороны о двух глазах души, а с другой стороны о том, что эти глаза это глаза ума. Из них одно это вера, а другое это хауна. Понимаете? Вот пока вот я иначе тут как бы здесь не распутать вот этот тезис, который говорит Исаак Сирин. Но я хотел бы вот к чему пойти. Смотрите, с верой нам понятно. Теперь давайте рассмотрим ум хауна. Ясно, что это глаз, это глаз, ум, правильно? Или глаза. Исаак Сирин не отождествляет ум и глаза. Он говорит, что у него есть глаза. Я пока что не готов. У кого? Он говорит, что как у тела есть два глаза, так и он говорит, что как есть глаза тела, так и глаза ума. Тут вам может быть ну хорошо, пусть будет так. Пока это оставим открытым. Но вот что важно, на что я обращаю внимание, что ма для а это 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 не ум, а это духовное чувство. Ну согласитесь, что это умное чувство или духовное чувство. Это разные вещи. Ум и чувство. Как способность ума. Понимаете? И он разделяет их вот этими двумя понятиями. Зрачок и глаз. Понимаете? Вот. Теперь дальше. Значит, на этом я обратил внимание. И я еще хочу обратить внимание вот на что. Что термином мадия, сирийские мистики обозначают не только зрительную способность ума, но и то место ума, в котором происходит разумение, рождается прозрение, ощущается сладость божественной мудрости. А так Исаак Сирин говорит о чувствах вкушения и наслаждения на небе умного чувства мадия. Я вот здесь перевожу уже как чувство, не как ум, как чувство мадия. Вот такая цитата. Но хотя таинственное прозрение Суккола мгновенно проносится через разум его и удаляется, тем не менее вспышка радости от этого прозрения и вкус его длятся долго, и умиротворение происходящее от этого спустя долгое время после этого, после того, как это уходит, бывает разлито в духовном восприятии мадия, и в данном случае или духовном чувстве мадия его. Также состояние тела и членов тела становятся мирным и ощущают они великое вдохновение, а радость от этого иступляющего наслаждения отмечена в высший момент на небе духовного чувства мадия. Понимаете? На небе. Вот. То есть Исаак Сирен сравнивает восприятие мадия или вот это умное чувство мадия с гортанией, вкушающей прозрение от святого духа сукола. Аналогичное сравнение умного чувства мадия с гортанией, на небе которой ощущается божественная сладость, говорит Иосиф Хазая. Он говорит, блажен человек, который сподобился сего действия и облеченный плотью, чье не оба духовного восприятия мадия вкусила от сладости и удовольствия, бывающая от полного огненного движения. То есть вот видите, в цитатах из книги «Ведение», рассмотрен на предыдущем семинаре, Мариус Хазая сравнивает ум Хауна с головой внутреннего человека, у которой есть глаза, уши и гортань. То есть ум обладает тремя силами. Вот голова, как ум Хауна, обладает тремя силами. Глаза, уши и гортань. Ну, тут вы это приводили. Значит, то, что вы рассказывали на прошлом семинаре, я это не буду зачитывать. И вот почему там был вопрос у вас, когда вы это все зачитывали, почему мудрость соотносится со вкусом. Вот. Ну, мудрость это свойство не ума, а святого духа, силою которого совершается духовное созерцание ума. При духовном созерцании ум находится в выступлении темха и молчании, то есть без собственных движений. А все движения ума совершаются силою святого духа. У меня вот здесь вопрос, прежде чем мы будем двигаться дальше. Вот Исаак Сирин и Иосиф Хазая говорят про хэккадмада. Они говорят о гортани мадаа. Вот. Будет ли это как ум или как духовное восприятие, они говорят, что у него есть гортань. с другой стороны, Иосиф Хазая говорит о том, что с другой стороны Иосиф Хазая говорит про гортань ума гауна. И вот речь, вот надо этот вопрос еще прояснить. То есть собственно образ гортани приметелен к мадда и гауна. Вот как они относятся к другу. Я вернусь к вопросу гортани. Просто я хочу сейчас создать вот этот образ головы внутреннего человека или головы души ума хауна. Значит, ну, наверное, надо все-таки повторить то, что вы тогда рассказывали. Вы говорили, что с ведем связано видение или зрение. Со слухом разумения. Со вкусом мудрость. Видение, мудрость и разумение это силы ума хауна. Три силы. Видение, мудрость и разумение. Вот. А, значит, видение это вот с видением связывают мадья. То есть это мадья одна из сил ума хауна. Мудрость на месте гортани, вы говорили, правильно? Мудрость на месте гортани, которая соотнесена с чувством вкуса видя на месте глаз простите силы ума это не видение оведение сведением связаны видение со слухом разумения со вкусом мудрость введение и дал со мудрости разумения ты силы ума то есть силами ума хауна он называет там ведение там слова и вот и справки себя пожалуйста что это не видение оведение мудрость и разумения подождите сведением связано что это вот ниже во второй строчке видение мудрость и разумение это медленно видение до мудрость и разумение силы ума о правильно хорошо согласен поэтому данном случае я бы не писал о том что манда это одна из сил ума хауна пока что здесь об этом не говорит хорошо давайте пока это исключим мудрость на месте гортани которая сотни нас с чувством вкуса введение на месте глаз разумение на месте ушей сладость созерцания тайного века славы святой троицы и бестелесных кушается посредством силы мудрости которые которые питается ума хауна это его питание а видение их совершается через силу ведения вот я еще потом поясню вот этот термин чтобы как как видение совершается через силу ведения а прозрение о них ум чувствует через силу разумения буяна вот это самое когда душа вступает в духовное состояние переход от питания молоком питанию медом это переход вместо ясности эти три силы действуют в ней во всей своей полноте видение ума совершается силу ведения важно что здесь разумение это сукала до вкус наслаждения а сила разумения это сукала не буяна до наслаждения в гортани ума совершаются силу и мудрости ну вот почему мудрость соотносится со вкусом вот и значит я здесь комментирую так что мудрость это свойство не ума а свойство святого духа силу которая совершается духовность духовное созерцание в уме при духовном созерцании он находится в выступлении и молчании то есть без собственных движений а все движения ума совершаются силу и святого духа вот об этом многократно говорит исаак сирин когда он говорит о духовной молитве исаак сирин говорит о молитве совершаемые мудро в сердце вот вы это отмечали да на прошлом семинаре что значит молитва совершается мудро это когда молитва становится самодвижной совершается сама собой силу святого духа при этом ум вкушает сладость непрестанной молитвы и обоняет ароматы божественного благоухания вот тут есть такая прекрасная цитата о том как совершается непрестанная молитва в человеке вот когда ученик спрашивает какого вершина всех трудов аскетизма которую достигнуть человек признает вершины своего пути он отвечает когда он удостоится непрестанной молитвы и вот что такое непрестанная молитва если он достиг этого то он прикоснулся к завершению всех добродетели и сразу же у него появилось духовное место это духовное место это самое вот духовное чувство вот это магия появилась если человек не получил истерного дара утешителя то есть святого духа он не сможет совершать непрестанную молитву в тишине безмолвы когда дух вселяется в человека то он не перестает молиться потому что дух будет непрестанно молиться в нем тогда никогда он спит никогда ботусует молитва не будет отрезана от его души но когда он ест и пьет когда он ложится или когда он выполняет какую-либо работу даже когда он погружен сон ароматы молитвы будут непроизвольно вдыхаться его душой и отныне молитва не будет совершаться в ограниченный период времени но всегда и когда он имеет внешний покой даже тогда молитва служит ему тайна ибо как говорит один человек облеченный во христа безмолвия спокойного есть молитва ибо помышления таковы это божественные движения движения святого духа и вот когда движется сердце вот это непрестанная молитва которая творится и днем и ночью независимо от того что делает человек а человек значит вдыхает вот эти ароматы молитвы вот интересно что обоняние ароматов божественных движений самодвижные молитвы святого вот тогда вот это молитва не предстанная она свершается мудрожь Потому что она совершается Святым Духом, не человеком, когда он говорит «Господи Иисус и Христе помилуй меня», а когда сам уже Святой Дух совершает эту непрестанную молитву в сердце, тогда человек обоняет вот эти ароматы. Так вот, интересно, что обоняние ароматов божественных движений и самодвижной молитвы Святого Духа в сердце относится к душевному уровню молитвы. А на духовном уровне Иосиф Хазай не говорит об обонянии. Аромат из Готового Духа действительно ощущается телесным органом обоняния на душевном уровне. Прежде чем к этой теме обоняния перейдем, вы можете вернуться к цитате из Иосифа Хазая, и тогда мы к этой цитате вернемся на нашей следующей встрече. Вот из Иосифа Хазая из книги «Вопросов и ответов», которые вы набрали после нашего семинара. Я бы хотел резюмировать здесь. Вот можно саму эту цитату показать из книги «Вопросов и ответов»? Можен человек, который сподобился сегодня. Нет-нет, из книги «Вопросов и ответов» вот, сведениям связаны с мнением, со слухом. Да, и так он, значит, говорит, что слава созерцания тайнового века, слава из той троицы и бестелесных, вкушается через мудрость, и, значит, вы здесь сделали важный комментарий, что соотнесение с мудростью показывает, что сравнение мудрости со вкусом может быть объяснено из того, что это не личная мудрость человека, а дар, который ему дан. Я хотел бы обратить внимание на дальнейшее для нас. Он говорит о силе мудрости, через которую вкушается сладость, тайн созерцания. Дальше. Видение тех же самых тайн совершается через изолса, через ведение, через знание, а прозрение о них через силу разумения. То есть он здесь даже более сложную схему делает, чем видение и слышание. Он говорит о вкушении, причем ставит его на первое место. Потом он говорит про видение, и, наконец, он говорит о его понимании. И когда душа вступает в духовное состояние, эти три силы действуют во всей своей полноте. И дальше опять видение и силу ведения, а наслаждение силой мудрости. Я постараюсь перевести, я благодарю вас, что вы набрали этот текст для меня. Я посмотрю на этот вопрос и ответ, чтобы дополнительные детали перевести. Давайте мы в следующий раз начнем с соотношения. То есть он имеет ли значение, что он мудрость ставит в данном случае сначала до видения и разумения, а потом упоминает их после. И что это означает для нас? То есть я бы сейчас закончил размышления вот здесь, вот на этой цитате и на этом вопросе, чтобы дальше мы начали с его обсуждения и продолжили обсуждать ваш доклад. И можете ли вы, Виктор, показать теперь начало вот этого раздела, почему мудрость соотноется со вкусом? Да, вот ниже получается. Вот само ваше рассуждение. А, мое рассуждение? Да, прям начало. Да, значит, не свойство, не ума, а святого духа, да. Движение совершается силой святого духа, да. И вот дальше цитату Исаака Сирина, он говорит о проносимых прозрениях и о том, как за ними остаются... Где-то это было у вас, про прозрение. А это в начале было, вот здесь вот. А, это было... Вот тут вот. Хотя таинственные прозрения мгновенно проносятся. Да, да, да. Вот, а вот это вот... Да, вот он там говорит про хэка. Остается на небе гортами. Ума-мадя. Да. И ума-мадя. А ниже, когда Исаак Сирин говорит о непрестанной молитве, вы приводите цитату, как иллюстрацию мудрости духа, который действует в человеке, да? Да, да. То, что он здесь не употребляет слово мудрость напрямую, но о молитве, совершаемой мудро, он говорит прямо в третьей сотнице. А здесь вы говорите, приводите этот текст, как пример действия духа внутри человека. Я говорю, как пример, что такое мудрая молитва. То есть это молитва, которая не совершается мудро человеком, а когда мудрость в сердце, когда Святой Дух в сердце совершает вот эту молитву. Причем это происходит на душевном уровне. Это еще не духовный уровень, но это начало вот этого познания, духовного познания божественных свойств. Потому что начинает действовать Святой Дух в сердце. И это начинается с ощущения вот этих ароматов. Понимаете? И причем эти ароматы, вот я все-таки хотел бы зачитать эту вот цитату интересную, да? По поводу обоняния ароматов. Но все-таки обоняние и вкус – это разные чувства. Я бы не относил их напрямую. Да, вот смотрите, про Иосифа Иосифа Хазаева рассказывает его. Простите, пожалуйста, Виктор, просто мы должны продолжить со следующей встречи. Да, да. Я хочу резюмировать вопрос, в котором нам важно разобраться. То есть мы понимаем из текстов Иосифа Хазаева про соотношение видения и слышания. В какой мере можем понять, в какой мере он нам это изложил. И мы понимаем, что видение связано со знанием, слышание с пониманием. И вот он говорит дальше про мудрость и про сладость, причем ставит ее на первом месте. То есть вопрос, что он вкладывает в данном случае в эту метафору. Не просто, то есть ясно, что образ сладости, что мудрость – это от Бога, а не от человека. Поэтому, скажем, здесь уместно… Там сложная схема получается, что с чувством вкуса Андальяцкий связывает отвердение слова, которое есть мудрость, которая рождается в сердце от благодати. Но вот когда он их ставит рядом, вот вопросы возникают, когда он несколько явлений вместе сопоставляет. Когда он описывает работу внутреннего человека, человеческого восприятия, он, соотнося слух и вкус, сравнивает понимание и прозрение, разумение и прозрение, как действие естественное и действие, совершаемое от благодати. То есть там мы выяснили, к чему у него образ гортани и образ вкуса. А вот здесь, когда он говорит о… во всех случаях он говорит уже о благодатном опыте. Там ему нужно было показать границу между естественным и там, где естество встречается с благодатью, и по пьяса там проходит эта граница, как показала Полина. А здесь он говорит уже о благодатном опыте, о восприятии благодатного опыта в принципе. То есть это уже другой угол зрения. И вот здесь у него образ вкуса появляется наряду с видением и слышанием. Какова его роль? То есть этот вопрос я ставлю к нашей следующей встрече. И думаю, что ваш доклад содержит много материалов для ответов на этот вопрос. И тогда я предлагаю начать со следующий раз. Вот в следующий раз с этого ответа. Но и в том числе к цитату из Иосифа Исихаста мы обратимся. Хотя я всегда с осторожностью отношусь к свидетельствам других традиций. Потому что, с одной стороны, веря в единство опыта, я вместе с тем стремлюсь к тому, чтобы каждый из языков рассматривать как таковой. Но мы начнем с вашей цитаты про благоухание из Исаака Сирина и Иосифа Исихаста. И постараемся ответить на вопрос о том, что Иосиф Хазая хотел сказать, вот говоря именно об этой триаде. Мудрость, знание и понимание, или мудрость, ведение и разумение уже в мистическом опыте, уже в опыте, где человек находится в действии благодати, а не на границе естественного и благодатного. Продолжение следует... Продолжение следует...